всем привет это radio shop и мы снова рассматриваем дешевые электрические приборы инструменты на этот раз у нас паяльник для труб это самый дешевый вариант intertool самый дешевый который у нас есть в магазине эта модель 2101 но есть похожие с ней 2102 и 2103 они отличаются только размерами насадок то есть труб которыми можно паять вот это 2101 он работает с трубами диаметром от 20 до 32 миллиметров 2102 до 63 миллиметров а 2103 работает с трубами от 75 до 110 миллиметров цена у них вот у этого конкретного данного паяльника 515 гривен у второй модели 2102 672 гривны и у 3 1099 такие дешевые паяльники можно найти от разных производителей допустим если открыть какой-нибудь сборник предложений от магазинов вы увидите форты пит и прокрафты вилморсы урал маш и гроссы зениты все они будут выглядеть идентично вот этому паяльнику и его брату 2102 причем у других производителей такие паяльники будут стоить даже немножко дешевле они будут от 300 гривен и то 600 где-то вот так стоить сейчас в двух словах я объясню в чем разница просто остановимся вот на нашем паяльнике мощность у этого паяльника 800 ватт то есть он потребляет 800 ватт с розетки и разогревается максимум до 300 градусов это хватит для любых принципе труб как всегда отмечаю не слишком хорошее качество кабеля то есть он довольно жесткий работать с таким кабелем не так сильно удобно единственное где хороший кабель был это нашли в машинке эксцентриковой во всех остальных случаях в дешевых моделях интертул кабель так себе тут есть элементы которые нужно собрать самому это допустим вот эта ручка вставить ее неправильно не получится откуда бы у вас руки не росли она вставляется только в одном положении и вы в любом случае поставить ее правильно то есть этого бояться не нужно и у других производителей точно так же все происходит насадки для труб тут всего три у более другой модели которая стоит больше чем на 100 гривен дороже там 4 насадки только для того чтобы можно было паять более больше диаметр труб но разницы в остальном нету поэтому я как-то даже не представляю смысла покупать более другую модель когда у них разница только в наличии дополнительной насадки для труб потому что насадка это стоит от 30 до 300 гривен в зависимости от качества такую насадку купить за 50 гривен а паяльник будет тот же ну то есть нет смысла покупать на 100 гривен дороже паяльник когда можно его сделать на 50 гривен дороже купил просто дополнительную насадку возвращаясь к отличиям от других производителей если вы берете более дешевый паяльник еще раз повторюсь он будет выглядеть точно так же разница будет только вот в этом носике который греется которому прикручиваются насадки в обработке его возможно в какой-то форме она будет выглядеть немножко по-другому больше визуально разницы нету вся разница в блоке питания и тех элементов которые разогревают основную часть все более дешевые паяльники они более мощные они потребляют от 1000 до 1000 по моему 400 ватт то есть это намного больше чем 800 а работают в тех же температурах и по скорости разогрева они не опережают этот паяльник они точно такие же либо хуже лучше из дешевых моделей я просто не видел возможно есть у меня в руках их не было этот я вам продемонстрирую как быстро он греется немного об элементах управления здесь есть эта ручка которую вы сами устанавливаете на ней есть деление от 0 до 300 но не думайте что это деление по градусам вы регулируете только мощность здесь температурного датчика нету который бы контролировал именно вот температуру заданную нет он контролирует мощность то есть включается отключается по установленной мощности но отключение все-таки есть вы когда включаете паяльник он запоминает положение на котором стоит регулятор то есть если я поставил на 100 то он будет работать на мощности приблизительно равной 100 градусам если я делаю ручку поворачиваю ниже 100 включается зеленая лампочка и показывает вам что паяльник не работает то есть он горячий но он не работает он включен сеть нагрева нет если вы ставите на 100 либо больше он будет соответственно работать то есть он будет нагреваться если вы выключите паяльник из розетки установите на 0 то то точка отсчета будет 0 вот сейчас я включил паяльник на отметке 100 градусов посмотрим насколько быстро он нагреется естественно я перемотаю он там будет греться около минуты я весь этот процесс перемотаю просто чтобы вы видели вот начинается с 30 градусов то есть как только его включил он был 20 за 15 секунд на 30 нагрелся включаем перемотку ждем когда он нагреется до сотни и 100 градусов мы получаем на отметке временной минуты и 15 секунд это хороший показатель для любых паяльников даже для более дорогих то есть такой брусок металла просто физически не может нагреться от источника питания 800 ватт быстрее чем за минуту и вот еще один повод вернуться к более дешевым паяльникам да можно купить такого же примерно такого же качества паяльник дешевле на 200 в лучшем случае на 250 гривен что в итоге получаете более мощный паяльник значит он более пожароопасный значит внутри вся наша электрическая начинка она перегревается значительно перегревается 800 ватт и 1200 катушка нагревается в разы сильнее более мощного паяльника и это не значит что она прослужит дольше наоборот раз она перегревается больше она и прослужит вам меньше вы переплатили сегодня 200 гривен завтра эти 200 гривен могут превратиться там не знаю курс скаканет и они против превратятся там в 500 то есть другим словом по моему скромному ничем не обоснованному мнению стоит купить паяльник пусть он будет 500 гривен стоит они 300 но чтобы у него работали все элементы управления чтобы он переставал работать если это не нужно если температура выше установленной они жарил постоянно и в этом паяльнике интертуловском который я сейчас показываю все это работает опять же я не говорю что не существует более дешевых паяльников которых качество будет не хуже этого но из тех что я видел мне не попадали давайте сейчас еще покажу как быстро он остывает вот сейчас 38 минут я его оставляю проходит 25 минут и паяльник охлаждается до 50 с копейками градусов у 55 допустим возьмем то есть теоретически через 25 минут даже через 20 работать им уже нельзя если он не подключен но если вы начали что-то делать пропал электричество у вас каких-то 15 минут есть чтобы доделать свою работу у более дорогих паяльников вот эта металлическая часть она либо более качественно либо более тяжелая то есть объем металла в нем больше они остывают немного дольше где-то это плюс где-то это минус в любом случае у вас 10-15 минут есть чтобы доделать свою работу при выключенном паяльнике и скажу еще так что есть опыт работы именно с вот этим паяльником который вы сейчас видите на видео и он за месяц работы в довольно тяжелых условиях то есть это по 6 часов в день он месяц отработал на ура у него ничего не перегорел ничего не сгорело работает как новый ничего в нем не испортилось принципе вот эту модель я рекомендовал бы для покупки с остальными дешевыми товарами я такого не говорю на этом у меня все всем спасибо за просмотр лайки и дизлайки отписываемся в комментариях всем пока